Новый год без сладостей и без икры. Самые популярные продукты для праздничного стола скоро подорожают. Об этом я не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите Давича. Меня зовут Дмитрий Ежетарчук. Здравствуйте. Опасная рыбалка в выходные на реке Чепце спасателям пришлось доставать из полыни мужчину. Чем закончилась спасательная операция? Автобусы стоят, люди нервничают. С сегодняшнего дня в общественном транспорте Татарстана действует новое правило. Проезд только при наличии QR-кода. Почему в системе произошли сбои? В Кировской области сегодня без сертификата вакцинации пускают только в продуктовые магазины, аптеки и суды. Как относятся к нововведению кировчане? Противоречит принципам разумности. Так в прокуратуре оценили сроки, которые администрация отводит ресурсникам на раскопки. В одном из дворов Кирова, например, раскопки продлевали полтора года. Смертельное ДТП произошло в воскресенье в Кировской области. Страшная авария на трассе в Котельническом районе унесла жизни двух человек. Как сообщили в ГИБДД по Кировской области, около 16 часов на 297-м километре федеральной автодороги Вятка столкнулись с Ниссан Тиана и Лада Калина. Автомобили двигались во встречном направлении. В результате происшествия 57-летний мужчина-водитель и 58-летний мужчина-пассажир автомобиля Лада Калина погибли. 53-летняя женщина-пассажир данного автомобиля получила травмы. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и условия автомобильной аварии. Утром в Кирово-Чепецке утонул мужчина. Как сообщили в городской администрации, он рыбачил на неокрепшем льду. Спасти его не удалось. Это первый в сезоне случай гибели человека подо льдом. Другой инцидент закончился благополучно. Накануне рыбак из Кирово-Чепецка тоже провалился под лед на реке Чепце. Тонущего человека вовремя увидели другие рыбаки. Тут же сообщили об этом по номеру 112. На место прибыл спасательный отряд Кирово-Чепецкого Управления гражданской защиты. Один из спасателей в специальном гидрокостюме добрался до пылыньи, вытащил тонущего человека и доставил до берега на носилках. Спасательная операция продлилась около 11 минут. Пострадавшего увезли на скорой в районную больницу с переохлаждением организма. Спасатели напоминают, лед на реках области еще недостаточно окреп, выходить на него опасно. Людей высаживают, автобусы идут с опозданием. Сегодня в Татарстане начали действовать QR-коды в общественном транспорте. Как и прогнозировали многие эксперты, нововведение спровоцировало многочисленные конфликты. Как пишут местные СМИ, уже к 8 утра из метро и трамваев было высажено около 500 жителей Казани, которые решились проехать в общественном транспорте без сертификата прививки. Некоторые молча покидали автобусы и трамваи, но были и те, кто отказывался выходить наотрез. Несколько человек вызвали полицию, посчитав, что их права нарушаются. Это вызвало задержку в движении транспорта. В отдельных случаях она достигала 30 минут. А пока власти Татарстана снова обращаются к пассажирам с просьбой отнестись к нововведениям с пониманием, вся эмоциональная нагрузка упала на плечи кондукторов. В Кировской области никакого ажиотажа, не наблюдается, хотя и у нас нововведения серьезные и касаются они тоже QR-кодов. С сегодняшнего дня в Кировской области вступили в силу новые требования при посещении общественных мест. Единственными свободными зонами остались аптеки, учебное заведение, продуктовые магазины, общественный транспорт, МФЦ, суды, ЗАГСы и учреждения соцзащиты. Во всех остальных местах кировчанам потребуется предъявить QR-код. При его проверке необходимо предъявлять и паспорт. Информацию из госуслуг будут сверять с данными удостоверяющими личность. Сегодня мы спросили кировчан, знают ли они о нововведениях и что будут делать, если у них нет QR-ключа от всех дверей. Куда хожу, в общественное место. Куда хожу, требуют предъявления. Я пошел к химкистику сдавать. С собой сегодня взял специально. Но у меня есть QR-код. Я спокойно хожу везде. У меня нет кода. А что будете делать? Не буду ходить в рестораны и в торговые центры. У меня есть код. А, да, он будет ходить. Я буду. С собой всегда ходу на шуба, паспорт. Явно противоречит принципам разумности. Так в прокуратуре оценили сроки, которые администрация отводит ресурсникам на раскопки. В ведомстве решили проверить, как муниципальная власть соблюдает законы о безопасности дорожного движения. Речь в частности о раскопках на городских дорогах. По закону, разрешение на земельные работы ресурсоснабжающим организациям выдают территориальное управление в администрации города Кирова. На данный момент в Кирове выдано 129 разрешений. В городе уже больше 20 раскопок. Но, как удалось выяснить прокурорам, власти выдают разрешение на такие работы на срок свыше одного года. Это явно противоречит принципам разумности, заключают сотрудники ведомства. Например, сотрудники терроруправления Ленинского района согласовали раскопку на улице Московской у дома номер 136 в течение полутора лет. Есть у прокуроров и другие претензии. Результаты проверки уже доведены до главы администрации Кирова. Изъятый грунт складируется тут же и рядом, что нарушает правила благоустройства города. Фактически зоны не огорожены. Отсутствуют данные о проведении работ, об ответственных лицах. Данные зоны небезопасны для пешеходов. Конфеты и шоколад вырастут в цене перед Новым годом. Об этом сообщают производители кондитерских изделий. Как выяснили корреспонденты из Вестий, один из крупнейших отечественных изготовителей конфет и шоколада «Акконт» разослал ритейлерам уведомление о подорожании продукции на 5-20% с 1 декабря. О росте цен на сладости заявили и другие лидеры рынка. Бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Каркунов». Производители ссылаются на увеличение цен на ингредиенты и упаковку. В частности, подросли цены на муку, сахар, жиры и другие составляющие. Заплатить больше, чем в прошлом году, россиянам придется и при покупке икры. Уже сейчас деликатес стоит на 30% дороже. Как сообщает РБК, цены на икру впервые за историю наблюдений превысили 5000 рублей за 1 кг. Подорожала в рознице и красная рыба. Цена на килограмм лососевых выросла в октябре 2021 года до 845 рублей. Шесть лет назад занимался программированием. Сейчас он председатель Союза сыроваров России. Успешный бизнесмен и неординарный человек Олег Сирота приехал в Киров. Здесь он посетил презентацию оборудования для сыроварения и провел лекции в кировских вузах. Благодаря чему сельское хозяйство в России восстанавливается, отечественные сыры не уступают по качеству европейским, об этом и не только Олег рассказал в интервью нашему телеканалу. Самый известный российский фермер, успешный предприниматель, основатель сыроварни, член общественной палаты Московской области, блогер – все это Олег Сирота. Олег, здравствуйте. Не секрет, что в условиях пандемии, экономических ограничений, многие предприниматели закрывают свой бизнес. Вы же к нам приехали с лекцией «История успеха». Значит, вам есть чем поделиться с нами? Моя история – это история банальная. Кто-то может думать, что Олег Сирота какой-то необычный. Нет. Таких людей пришли в сельское хозяйство тысячи. И тысячи людей на нем успешно зарабатывают. В России можно заниматься сельским хозяйством, и на нем можно зарабатывать. Как вы считаете, в целом введение торговых санкций, как повлияли на развитие сельского хозяйства в нашей стране? Санкции 2014 года – это, безусловно, колоссальная возможность для развития сельского хозяйства и переработки в нашей стране. До этого мы не могли во многих отраслях конкурировать. У нас колоссальный рывок вперед по ягоде, по пшенице. Это хорошая рентабельность. Страна выходит на мировой рынке, в рынке начался экспорт продукции. У нас, наконец, сельское хозяйство из просто бочи, в которую все сыпется и ничего не выходит, стало нормальной отраслью, локомотивом роста экономики. Благодаря развитию фермерства в России возможно возрождение деревень. Без села у нашей нации нет будущего. Без развития фермерства, я бы даже в широком понимании, без развития предпринимательства малого и среднего бизнеса на селе развитие деревни просто невозможно. И процесс идет. Самое главное, что пошли деньги. Пошли деньги в отрасли, пошла экспортная выручка. Следующий наш шаг – выбить из правительства, чтобы оно деньги оправило в село. И тогда село будет жить, развиваться и будет еще лучше зарабатывать. Наша Кировская область славится молочной продукцией. Вы уже успели оценить ее качество? Классный творог. Был один из лучших в стране. Я пробовал творог нескольких производителей. На мой взгляд, это лучший творог в стране. По сырам ребята у нас были на фестивале. Качество кировских сыров было такое, что, честно говоря, я внутри напрягся. Думаю, ну, наконец-то у нас появляются достойные конкуренты. Для многих сыр – это всего лишь ингредиент для закусок. Вот лично для вас сыр – это что? Для меня сыр – это любимый продукт. Его можно есть в закуске, на завтрак, на обед, посыпать ими продукты, как приправы использовать. Там вечером за чашечкой чая можно расслабиться с сыром тоже. Ну, почему бы и нет? То есть сыр, он многообразен и великолепен. В этом есть главное чудо сыроделия, что из одного ингредиента молока у тебя 400, 500, 1000 сортов сыра могут получиться. Олег, спасибо вам за интервью, за интересные ответы. Желаем, чтобы все ваши мечты исполнились, и мы стали сырной страной. Спасибо большое. Вперед к молочным рекам и сырным берегам. Оперативно следить за новостями можно и в наших социальных сетях. А если у вас есть интересное видео, пишите, присылайте его по номеру, который сейчас видите на своих экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а в 13.30 продолжение сериала «Аромат шиповника». У меня на этом все. В студии работал Дмитрий Шторчук. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин